В промышленной робототехнике попробовали себя школьники Хабаровского края. Организаторы соревнований «Полигон-27» предложили участникам технических кружков сделать роботов для прохождения полосы препятствий. Подобные разработки в будущем могут помочь в работе пожарных и спасателей. Репортаж Дарья Небора. Фиксируйте ремонт. Две минуты. Пошел. Только один робот из 44-х смог преодолеть всю полосу препятствий. Она состоит из 20 уровней. На их прохождение дается всего 10 минут. Машинам нужно проехать по мешку со строительным мусором, гравию, шариком для пинг-понга, металлическому шиферу. По пути к финишу роботы застревают, переворачиваются и ломаются. Это отнимает у команды баллы. Баллов можно набрать на самом деле больше 100. Если мы понимаем, что робот никуда не может выехать, мы его поднимаем, возвращаем обратно на предыдущий куб. Нельзя, соответственно, лезть самому участнику в кубы и доставать своего робота. Ну и менять какие-то основные характеристики уже во время самого этапа. Всего на соревнования «Полигон-27» приехали более 150 человек. Это 44 команды со всего Хабаровского края. Возраст участников от 7 до 18 лет. По словам организаторов, на таких испытаниях школьники могут проверить свои изобретения в деле. Но главное – мотивация и желание в будущем создавать промышленных роботов, которые смогут принести реальную пользу. У команды из Чигдамына уже есть наработки. Это звезда надежды главный знак МЧС. Этот робот может работать на спасательных операциях во время обрушений, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций. У нас две шахты – Северный Урагалуголь. У нас, конечно, бывает ЧП всякого рода, но последнее, что у нас было, это был пожар на обогатительной фабрике. И была такая проблема, что нет техники, которая бы могла проводить разведку. И вот мы подумали и решили создать робота. Робот оснащен фонариком и камерой, которая в режиме реального времени передает видео на телефон. Также с помощью специального индикатора измеряет уровень опасных газов в воздухе. На соревнованиях школьники прошли половину дистанции и уже придумали, как улучшить свой аппарат. Нет времени растяиваться. Больше колеса, наверное, имели бы смысл. Также колеса, которые мы сделали, воткнуты иголки, для того, чтобы он имел большую сцепкость с землей. Но по факту этого не нужно. В октябре все команды встретятся вновь и поборются за участие во всероссийском конкурсе. До этого начинающие робототехники должны поработать над ошибками. А организаторы пообещали увеличить полосу препятствий до 40 уровней.